Чтобы все были здоровы. Такова задача самых гуманных людей в мире. На днях медики отметят свой профессиональный праздник. В Центре культуры и отдыха лучших специалистов в этой сфере наградил губернатор Ивановской области. Павел Коньков отметил, что работать в медицине могут только подвижники. Те, кто в силах посвящать себя работе без остатка. В этот день еще раз хочется говорить о глубоком уважении к этому благородному труду. Хочется благодарить всех за труд. У меня никаких нет сомнений в том, что у Ивановской медицины хорошее будущее. Конечно, нам легче, чем многим регионам. У нас замечательная медицинская академия, которая каждый год выпускает сотни и сотни врачей. Мы пользуемся этим. Но как губернатор, конечно, не очень удовлетворен тем количеством, которые сегодня приходят в медицину. За здоровьем жителей в регионе следят более 15 тысяч медработников. В прошлом году их ряды пополнило более 150 человек. Это не только врачи, но и санитары, медсестры. Отметить профессиональный праздник приехали медики изо всех уголков области. Детский скрипичный квартет из Кинишмы преподнес гостям музыкальный подарок. За особые заслуги в медицине звание почетный работник здравоохранения Ивановской области и нагрудный знак присвоили хирургу из Тейковской ЦРБ Владимиру Левину. Врачебной практикой мужчина занимается уже более 45 лет. Что привело меня в медицину? Это, наверное, желание помогать людям, которые во мне заметили в детстве еще родители и мягко посоветовали мне идти в медицину. Сейчас я благодарен им за этот совет, потому что он как бы помог мне выполнить вот эту свою мечту реализовать в какой-то степени. Ну, а уж как я ее реализовал, это надо спрашивать больных, которые со мной сталкивались. Дети Владимира Левина пошли по его стопам и стали хирургами. Дочь работает вместе с ним в Тейковской больнице. Ежедневно семейная династия помогает пациентам. Почетный хирург уверяет, что будет работать до тех пор, пока самому позволяет здоровье. Максим Серебряков, Антон Осипов, РТВ, Иваново.